Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день в Павелных НО. И сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! На территории Гомельщины ожидается сплошная облачность и без осадков. Слубик термометра остановится в районе нуля. Ветер будет восточного направления скоростью от 5 до 7 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 8 февраля 1989 года. Температура воздуха прогрелась до 9 градусов. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1976 году. Тогда температура опустилась до минус 29,8 градуса Цельсия. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1,99 рубля, евро 2,46 рубля и 3,48 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают банк Белвеб, Абсолютбанк и БНБ-банк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в банке Белвеб, Абсолютбанке и МТ-банке. Курс продажи доллара составляет 1,99 рубля, евро 2,47 рубля и 3,49 рубля за 100 российских рублей. Более трех тысяч человек скачали мобильное приложение госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. В дежурную службу уже поступают сигналы, заслуживающие внимания. Так, пользователь из Мозырьского района отправил фото с установленными под лед сетями. GPS-привязка показала, что фото сделано на затоне реки Припять у деревни Скрыгалов. Рейдовая группа из Мозыря выехала к месту правонарушения. Подо льдом оказались две сети длиной около 200 метров. Почти вся запутавшаяся в них рыба еще была жива. Инспекторы выпустили в воду более 20 уцелевших особей. Как сообщалось, в феврале Государственная инспекция охраны животного и растительного мира запустила приложение для сообщений о нарушениях. Приложение для смартфонов Госинспекция доступно в тестовом режиме на Play Market. Любой, кто установит приложение на своем мобильном, сможет зафиксировать нарушения, ловлю рыбы или охоту с запрещенными орудиями и отправить фото с описанием в дежурную службу Госинспекции. Преимущество сообщения с фото в том, что вместе с ним дежурная служба автоматически получит и координаты точки, где был сделан снимок. Предполагается, что после доработки приложения сообщения будут поступать не только дежурному, но и на смартфоны сотрудников ближайшей межрайонной инспекции. Как сообщает газета «Гомельские ведомости», в городе над Сожем пройдут кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018». Организаторы, сотрудники филиала студии Сергея Нагордова ждут парней возрасте от 18 лет и ростом от 180 сантиметров в городском центре культуры 16 февраля с 18 до 19 часов и 18 февраля с 15 до 16.00. У претендентов на выход в финал конкурса жюри будет оценивать не только внешние данные, умение держаться на сцене и отвечать на каверзные вопросы, но и могут попросить продемонстрировать вокальные данные. Финал конкурса «Мистер Гомель-2018» состоится 22 апреля. Он пройдет под темой «Мир мужчин». Гомельчане смогут выступить на зимних беговых играх в поддержку детей с инвалидностью. Зимние беговые игры пройдут при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси с 9 по 11 февраля. Каждый белорус сможет пробежать любую дистанцию на улице или в помещении, а волком переведет километры в рубли и направит на помощь детям с инвалидностью. Все участники будут условно разделены на две команды – тех, кто бегает на улице, и тех, кто занимается в зале. Для первых предусмотрены хэштеги – волком бегом и на улице, а для тех, кто занимается на тренажерах – волком бегом и в зале. Каждый километр победившей команды волком переведет в 2 рубля, всех остальных – в рубль. Для участия в акции необходимо разместить в социальных сетях фото с экраном тренажера или скриншот фитнес-приложения с указанием даты, километража и хэштегов. Все средства волком направят двум молодечнинским школам-интернатам. Деньги планируется потратить на реконструкцию стадиона для занятий бегом ребят с инвалидностью. Фитнес-центры по всей стране поддержали благотворительную инициативу, и с 9 по 11 февраля будут бесплатно пускать всех желающих в свои залы. В Гомеле на предложение организовать бесплатные часы откликнулся спортзал «Пауэр», который находится по адресу проспект Реческий, 7А. Там все желающие смогут бесплатно позаниматься 10 и 11 февраля с 16 до 18 часов. Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей проводит благотворительную акцию «Зимовать теплее вместе». Каждый желающий до 28 февраля может передать рукавицы, шарфы, шапки, свитера и другие предметы теплой зимней одежды сотрудникам центра, которая после окончания акции подарит эти вещи детям. Все предметы принимаются по адресу улица Юбилейная, 8, корпус 2. Подробности по телефону 35 75 88 и 35 75 65. Второй международный конкурс «Мойся Брабаян» пройдет в Гомеле с 14 по 16 февраля в колледже искусств имени Соколовского. В конкурсе примут участие 163 юных музыканта детских школ искусств, гимназий, колледжей Беларуси, России и Литвы. В дни форума пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы. Первый областной конкурс «Мойся Брабаян» состоялся в марте 2000 года. С тех пор проведено 8 областных конкурсов, в которых участвовали около полутора тысяч юных музыкантов из разных стран. Через неделю все влюбленные будут отмечать Валентинов день. К этому самому романтичному празднику зимы готовятся не только парочки, но и гомельский дворцово-парковый ансамбль. Специально для Валентин и Валентинов дворец приготовил сюрприз. Для них вход в этот день будет бесплатным. Они свободно смогут посетить экспозиции и выставки 14 февраля. Пропуском атмосферу романтики 19 века, мир живописи и скульптуры, узнать интересные факты из истории Гомеля, станет любой документ, удостоверяющий личность. Однако это обязательное условие для обладателей этих имен. Но это еще не все сюрпризы, которые готовит дворец. С 14 февраля начинает действовать акция «Бонус в день рождения». В ее рамках именинники получат возможность посещать выставки за полцены, для чего нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. По данным ученых, с появлением энергосберегающих светодиодных лампочек количество освещаемой территории каждый год увеличивается. Это приводит к усилению светового загрязнения Земли, а также нарушает биологические ритмы животных и мешает астрономическим наблюдениям. Проанализировав спутниковые снимки за последние годы, специалисты пришли к выводу, что в мире растет не только количество освещенных территорий, но и их яркость. А прирост происходит в основном за счет Южной Америки, Африки и Азии. По их словам, если учитывать тот факт, что многие светодиодные лампы излучают холодный голубоватый свет, который спутники не видят из-за слишком коротких электромагнитных волн, то можно предположить, что на самом деле световое загрязнение растет гораздо быстрее. По их прогнозам, к 2020 году светодиодные источники света займут 61% всего рынка ламп, а негативное влияние на природу станет еще сильнее. Сотрудники Национального университета Сингапура разработали систему мониторинга качества воды в режиме реального времени. По словам разработчиков, новое устройство специально сделали в форме лебедя, чтобы не привлекать к нему повышенное внимание. Умная птица сможет передавать данные о температуре воды, произрастающих водорослях, загрязнениях, а также о пригодности воды к употреблению. По словам ученых, роботы-лебеди – это простой, но мощный инструмент для исследования водной среды. Они оснащены крепким и устойчивым к любым ударам корпуса и могут осуществлять забор образцов, интерактивную выборку там, где это необходимо. Ученые обнаружили нового представителя паукообразных, который жил около 100 миллионов лет назад. Необычное существо нашли в янтаре на севере Мьянмы. Оно похоже на ныне существующих пауков, однако отличается наличием длинного хвоста. Предположительно, он необходим был для ощупывания предметов. Это были Фрэш-новости. Для вас их готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова